Как бы сделать сайт более полезным, более информативным? Поняли, что надо, в принципе, отказаться от идей просто сайта организации и сделать не просто ресурсы, которые можно зайти, а прочитать новости о СССР, узнать, какие-нибудь проекты завтра проходят и найти контакт или какого-то индустриального факта. Сделать более сложную историю. Сегодня это просто хороший сайт организации. Не более того. Мы начали думать, смотреть и пришли к мнению, что имеет смысл этот ресурс переформатировать и развивать его уже как у них такой marketplace в сфере мысляных парков, особенностью которого будет именно возможность интерактивного онлайн-организации контакта между инвесторами, направляющими компаниями и поставщиками услуг, которыми пользуются инвесторы и резиденты. В том числе, особенностью является то, что вся информация, которая сегодня есть в инвесторе инвесторе, в лимажном обзоре, в презентациях, она должна быть где-то онлайн, и онлайн-аналитический центр. Мы видим несколько составных частей этого проекта, одну из них мы видим в профессиональной социальной сети. Эта идея была, она, на самом деле, родилась пару лет назад из-за того, что люди очень много общаются, очень хотят друг с другом общаться, но единственный способ переговорить друг с другом, это имейт, это мобильный телефон. И иногда, если человеку нужно найти коллегу из Хабаровска, из Калининграда, ну, не записал когда-то при встрече телефон, единственная возможность связаться с ним, это позвонить Денису, Максиму, слушай, дай мне мобильный телефон, мне надо больше всего, чтобы консультироваться, потерял, визитку найти не могу. И в какой-то момент таких запросов в наш адрес стало очень много. С одной стороны, изначально это была идея просто облегчить себе работу в Ницце, а дальше просто сократить контакт между индустриальных партнерами в разных регионах, дать людям возможность общаться друг с другом. Но не просто, чтобы общаться, в том числе, можно было поделиться какими-то материалами, выложить какой-то документ и где-то его обсудить. Мы вот видим такую историю в социальной сети с неким таким отраслевым месседжером, где просто у вас в онлайне есть контактный справочник всех членов ассоциаций, всех директоров других индустриальных парков, которые у вас всегда под рукой. Следующим этапом, следующую часть этого портала, этого ресурса мы видим, ну, назвали онлайн-обзор индустриальных парков, на самом деле это не онлайн-обзор, это некий такой каталог, аналитическая база по индустриальным паркам, да, сейчас есть некий такой вот прототип того, что это в ГИСИ, но как бы это такая более современная, более продвинутая версия ГИСИ, потому что это каталог индустриальных парков со всеми оцифрованными показателями, площадь, территория, количество резидентов, инвестиций резидентов, то есть, ну, большой массив данных, который можно в любой момент времени по разным параметрам выгрузить, всегда есть возможность посмотреть через, опять же, вот, инструмент биоаналитики, диаграммы, графики по индустриальным паркам в разном разрезе, выделить где регионы, где эти регионы, посмотреть, какая результативность резидентов, посмотреть, сколько вложено, сколько мегаватт задействовано, сколько есть, сколько не достает, и в какой-то момент для нас тоже стоит задача отказаться от выпуска бумажного обзора с ГИСИ, не печатать, потому что в этом случае не печатаешь, там всегда есть возможность у верстачи полизайна сделать ошибку, что вместо 100,5,10 нужно поместить сертифицированные индустриальные парки производства сертифицированных и так далее. То есть мы хотим уйти от практики печапных обзоров, и чтобы была возможность после нажать кнопки, дегенерировать отчет на какую-то дату и, собственно, зафиксировать какие-то результаты. При этом информация о самих индустриальных парках, она, естественно, должна обновляться, пополняться режим онлайн, ежедневно, и самостоятельно индустриально платим. Сейчас все равно мы эту информацию в следующем режиме выпустили в марте. Через 3 месяца реальные цифры в отзоре уже не совсем актуальны, не совсем свежие. Тоже очень важной частью ресурса мы видим сквозной поиск, когда любой материал, который вам нужен, будь то робота, видео, аналитика, контакты, индустриальный бак, информация резидента, можно просто найти через поиск. Это, в принципе, довольно простая история, она технически несложно реализуется, но сейчас у нас можно искать информацию по тексту. Невозможно найти это, не знаю. Нужно посмотреть, что было на форуме «Импакт» 3 года назад, вы можете только найти новости об этом. Но вы не сможете по запросу «Импакт 2016» найти фотографию и увидеть, кто был этот человек в день в зале. Медиатека. Опять же, мое личное убеждение, если нет визуализации того, что мы подаем, в данном случае это индустриальный парк, регион, это сложно продавать. Реально, вот видишь информацию о индустриальном парке, ты нашел технические характеристики, у тебя всегда возникает вопрос, а как это выглядит? Единственная возможность — это пытаться в Яндексе, в Гугле искать сайты индустриальных парков и надеяться на то, что там вмещена более актуальная информация, что фотография там не в этой недавности, а вот всего интересного. При этом все равно нет какой-то общей картины, плюс все равно не все ведут хорошо свои сайты, свои страницы. Мы, конечно, себе ставим целью сделать такую визуализацию картины, что такое индустриальный парк, видео, которое я смогу себе снимать и включать, чтобы было представление, как это все работает. База знаний — тоже блок, который родился просто банально из того, что приходится очень часто отвечать на одни и те же вопросы. В день бывает по два-три-четыре звонка. В принципе, если сами собрать перечень вопросов, на которые мы отвечаем, он ограничивается 100 вопросов. Даже, скорее всего, их меньше. Скорее всего, наиболее часто задаваем 10 вопросов. Сколько индустриальных парков? Каких индустриальных регионов есть индустриальные парки? Какого они типа? Сколько резидентов? Какие есть меры господдержки? И вот реально, каждый раз одно и то же, бам-бам-бам-бам, все понятно, спасибо. Но, опять же, при этом ты задал вопросы один, запол задать второй, нас еще не звонишь. Есть база знаний. Туда загружены, в принципе, изначально ответы на эти вопросы. Можно опять же все зайти, найти. Хотим сканировать только пол вопросов-ответов. Даже, может быть, в какой-то момент перейти в режим общения с чан-ботом. Вопрос задаваешь, он сразу находит систему ответа. Тебе дают все. Угадал какой-то вопрос задал, получил ответ. Было бы, конечно, прекрасно, чтобы она еще научилась отвечать сама на какие-то вопросы. Не знаю, информация появилась. Но это очень сложная история, поэтому пока начнем просто с каких-то таких более простых вещей. Очень тоже востребованно всегда спрашивать у меня есть какие-то образцы документов на договоры с резидентом, договоры на соглашение с регионами на реализацию проекта создания мастерного парка, уставы на северном парке, еще что-то там, не знаю, внутренние какое-то прикраски про Уэй. Мы их никогда не собирали, но очень тоже часто вопросы возникают. Мы просто адресуем тем коллегам, у кого это же есть, зато в оператору, по лигу, другим коллегам. Ну и в итоге все равно замыкаем этот мастерный ПД, который тоже внутренний на этот вопрос отвечает. Очень хочется, чтобы это все было сведено в едином месте, что те коллеги, которые уже путь прошли, делились опытами и материалами, которые у них есть, и другими коллегами тоже будут открыты доступ к этим знаниям. То, что на самом деле Александр уже в самом комментарии затронул, у нас тоже есть идея сделать каталог резидентов. У нас эта идея родилась с другой точки зрения, с точки зрения обыскаемой кооперации, но, наверное, это как раз таки то, к чему можно в итоге прийти. Мы хотели, опять же, просто увидеть тех резидентов, которые в парках разместились, чтобы их видели не только сами, но и другие коллеги. Из других нескольких парках они понимали, кто из резидентов сидит у соседа, у парков совсем в отдаленном регионе, чтобы можно было увидеть количество этих резидентов, увидеть, может быть, их контакты, их профиль деятельности, их финансовые результаты, в том числе по выручке, по инвестициям. Это, на самом деле, абсолютно не скрытая информация. Ее даже резидентов запрашивать не нужно, она просто есть базовые данные статистики, налоговая служба, это может быть с небольшим опозданием, но отчетность любой организации выгружается, она сюда может попадать тоже автоматически. Ну и это, в том числе, какой-то, может быть, инструмент продвижения самих резидентов, когда резиденты могут публиковать уже каталоги своей продукции и своих услуг. Мы понимаем, что у нас члены инвестициации и участники нашего рынка являются не только сами индустриальные парки, но и компании сервисные. Те, кто оказывают услуги, предоставляют решения, и этими же решениями, собственно, пользуются и сами индустриальные парки, и их резиденты, и нам. Нам кажется очень важно, чтобы был каталог услуг, которыми могут пользоваться инвесторы, будущие резиденты, чтобы была возможность всегда посмотреть, какая компания какую услугу оказывает, какой опыт оказания этой услуге она имеет, и главное, чтобы была всегда возможность обратиться напрямую. То есть вот это очень важный момент, на самом деле. Тут даже дело не просто каталоги услуг членов, а это каталог услуг по локализации, по сути. Вот сейчас инвесторы приходят, они обычно задают вопросы, не первое. Нам кажется, мы сейчас про инвесторы парки, вам надо сказать, ничего подобного. Обычно про сервисы. А кто нам может примерно оценить, вот на ПТСК приезжали, или там до этого, ну там японская другая компания. Да, мы сейчас пока коммерческие фирмы создаем, так вот понимать, какие примерно капитальные затраты нас ожидает, если мы, допустим, хотим локализовать вот этот элемент производства. Как вот оценить? Так это экспертиза, которая может легко, при том бесплатно дать, вот у нас вот в социации есть, там две, три, четыре, пять даже проектировочно-строительных компаний. Мне говорят, ну да не вопрос, мы сейчас вам дадим примерно, исходя из профиля производства, мы знаем там стоимость строительства, стоимость присоединения к электричеству в данном регионе и все. Вот. Этот, по сути, вот каталог, он у нас уже есть сейчас, он у нас уже есть, это та самая наша попытка создать матрицу услуг локализации, начиная вообще с разработки бизнес-плана, где там нужны консультанты, еще кто-то там, людей же нас, сайт-фелекшн и так далее, и так далее. У нас огромная матрица. По сути, вот здесь в портале инвестор должен просто получить любую услугу по локализации, он хочет бизнес-плана в России, нужен консультант, нужен маркетинг и все. Он такой, кликнул, и у него высветилось сразу несколько раз. Я так понимаю, и потом переход из этого портала на систему, про которую говорят представители ВС Липец. Там у него жизнь начинается с регистрации его лица, а здесь она заканчивается подбором площадки локализации. В идеале, ну да, надо понять, как они могут за собой синтегризироваться, интегрироваться, насколько это правильно. Надо продавать доступ из этой системы в ту, и все. Данные, данными торговать. Мы к этому придем, можно и так. Да, естественно, мы сохраняем те возможности, которые у нас уже на сегодняшний день на нашем сайте есть. Это там и новости членов ассоциации, это лента новостей, которая может быть пока обсуждаемой, которая в том числе автоматически генируется за счет интеграции с сайтами индустрии, индустриальный парк, не знаю, правит разместил новость, потому что он новый резидент. Здесь новость, эта новость оказалась автоматически. Думаем на счет того, чтобы делать какой-то автоматический мониторинг, если, не знаю, коммерсанты обликают новость какую-то, где есть упоминание индустриальный парк, особая динамическая зона, он тоже, может быть, сюда каким-то образом попал. На счет второго согласен, на счет первого возражаем, мы утонем в его новостях. Мы, если не понимаешь, что на двоих утонем, а не в него. Я уже знаю, кто будет самым активным пользователем видеораздела. Нет, кстати, это полезно. Да, я уже посчитал, что есть. Интеграции моих видео в ваш фонтал. Вот. Мы сейчас, это такая презентация того, как мы это видим. Мы в ближайшее время планируем приступить уже к написанию подробного технического задания. Идея уже больше года. Мы ее не оправляли вот так никак. Поэтому пытались это сделать в таком текущем режиме, в режиме доработки текущего сайта. Поняли, что это не работает. То есть мы где-то полгода, к сожалению, потеряли на то, что пытались докрутить текущий сайт, сделать из него что-то более работающее. Но нет. Все-таки надо формировать техническое задание и запускать этот тракт практически с нуля. Поэтому будем рады услышать ваше предложение. на связь от вас, в конце концов, это все-таки каждый будет пользователем этого ресурса. То есть мы опять же видим, что пользу В этом единица пользователя портала должна быть не организация, а конкретные люди, статистическая группа, культура внутри, могут сняться в организацию. Я сегодня зарегистрировался как Максим Пастник, который представляет внутри ассоциации «Индустриальный парк». Завтра я пришел в другую работу, у меня там день свыше, в другую ассоциацию, и все. Я пришел в АИП, и в АИП, и в АИП, и в АИП, и в АИП. Как так? Да, спасибо большое. А можно вопрос? Да. А у вас предполагается доступ только членов АИП или резидентов вы тоже хотите как-то? Смотрите, во-первых, конечно, в какой-то момент мы хотели бы видеть здесь резидентов. Но даже если не говорить сейчас о резидентах, если говорить просто про индустриальные парки, мы точно не хотим ограничиваться членами ассоциаций. То есть все, все, все могут быть пользователи, но просто у каждого будет разный уровень доступа. Вот я так понимаю. То есть я просто, как человек со стороны, вообще на таком отношении не имеющийся профессиональный парк, мы будем здесь зарегистрироваться, но у меня, наверное, будет возможность просто серфить по сайту, смотреть информацию, где-то, может быть, что-то публиковать в очень сокращенном виде. То есть там, наверное, формат форума тоже будет присутствовать? Да, формат форума точно. Хотим какие-то обсуждалки, вот такие, там, общие группы? Как минимум три уровня доступа. Первый уровень. Красные штаны, желтые штаны. В этом-то и была идея сделать именно отраслевой портал. То есть он открыт для всех. Вся информация о всех парках не привязка к членскому ассоциации. Точно на нем есть. Но если ты член АИФ, у тебя сразу автоматически, бесплатно, личный кабинет, там, ты в CRM-системе, там, фотка, контактные данные, все, что хочешь. Да, у тебя там во обзоре вот эта база данных на социальных парках кликнул, у тебя там сразу фото в Киев, рекламную майкету парка, все контактные данные, заказать обратный звонок, все работает. Если, ну, мы просто знаем, мы же хотим объективную картину. Это тот же принцип, как мы сейчас в обзоре реализуем. Регион хочет загрузить данные на своих парках. Пожалуйста, загружайте. Ну, рекламные модули в Сори. Если вы хотите рекламные модули, либо вводите в ассоциацию, либо, пожалуйста, за дополнительную плату разместите, там будет окошко, заплатить 100 рублей и разместить картинку. Ну, например. Условно говоря, ну, то есть это способ коммерциализации портала, чтобы он работал сам по себе, как отраслевая история. Ну, да. Что касается там услуг по Сори. Вот это тоже, на самом деле, там, компания членов ассоциации паркировщиков зашел, увидел реализованные проекты, тоже, там, какой-то индивидуальный макет страницы. При этом никто не говорит, что проект организации перед миром ассоциацией не может свою службу там заявить. Просто там не будет возможности обратиться на ВКонтакте и еще что-то, ну, то есть такие. Ну, просто интересно, как вы планировали информацию о выпускании продукции резидентами парка увидеть на этом портале, если там, например, будет только управляющая компания. То есть имеется в виду, что тогда, наверное, они будут всю информацию опубликовать. Пока нет интеграции, это невозможно. Точность, точность, детальность информации туризета, она, конечно, будет сначала меньше, чем мы хотели увидеть в итоге. То есть для нас же тоже вопрос, задача – это тащить сюда резидента. Это же нужно объяснить, для чего. Если будет в этом, возможно, будет и копирация, заказа, реклама самопроможная. Они издумаются, тогда это будет интересно резидентам. Если нет, если он будет там только для того, чтобы управляющая компания посчитала его инвестиции и выручит рабочие места, и отчиталась там в регион. Тогда, конечно, странно, это неинтересно. Интересно создать платформу. Когда этот канадский производитель захочет найти себе изготовителя изготовки, он мог бы здесь найти. Вот это будет самая большая вера. Тогда будет у всех интересная значительность информации. Может быть, он как резидент зарегистрируется, не знаю, он в каталоге, кастомизированный профиль бесплатно получает. Только потому, что он – президент кастомного парка. Кастомизированный парк пришел, может платить денежку, тогда ты сможешь что-то делать. Как за мотивировать? Это тоже следующий вопрос. Тут мы как раз, наверное, хотим это абсолютно. Какие-то вещи мы видим, какие-то вещи. По сути, это такое сейчас обсуждение. Для нас очень ценна обратная связь от вас. И вопросы, и предложения. Поэтому мы можем это сделать. У каждого из авторов или модераторов этой темы есть свой клепчат. Мы просто сейчас разойдемся по этим клепчатам. Берите кофе, походите, давайте обсуждать. Но прежде чем мы это сделаем, я хотел попросить несколько… Здесь присутствуют члены направления, а я один из них – Александр Пироженко. Кроме того, что он замглавы ОСИ, для меня очень приятно то, что он является еще и членом управления нашей ассоциацией, и как и так много-много лет на самом деле к этой теме неравнодушен. Поэтому буду признателен, если ты дашь какую-то общую обрядную связь по поводу этих трех инициатив, и какие из них поля перспективные, где мы могли бы поддержку рассчитывать, какие мы должны делать сами домашнюю работу, где мы должны идти к кому-то и к кому-то. Еще раз я делаю. Добрый день, коллеги. Очень интересные продукты проектируются. Первый продукт, собственно, они расставлены в порядке сейчас выступления. Логично, от общего к более частному. Первая история, она очень сложная, но ее невозможно реализовать без государства, без правительства, без министерств. Идея, мне кажется, очень здравая, ее надо чуть-чуть докрутить, и, в принципе, мы уже, в принципе, более-менее готовы для разговора с руководителем ОСИ. Ну и дальше посмотрим. Потому что сейчас ОСИ занимается, значит, разработкой двух цифровых платформ, больших. Это цифровая платформа для обращения предпринимателей по, значит, взаимодействию с целыми органами. В этом году будет запущена, там, значит, вторая история, которой я занимаюсь, это платформа для обмена лучшими практиками в разных сферах, да, в том числе экономической, социальной и так далее. И вот здесь вот сейчас мы тоже прошли какой-то путь, значит, и целеполагания, и мотивации, и всего. В этом году тоже мы запускаемся. И здесь я увидел, вот в этой истории последней, как раз элементы, вот когда вот Максим говорил про документы, для нас это лучшая практика, да. То, что спрашивают, как нам стимулировать обмен решениями, которые уже работают, там, да, между людьми в разных сферах. Да, поэтому я вот когда-то спрашиваю, это смарт-тека, это, там, точка индустриальной парки, да. То есть нам это тоже, вот в этой части интересно. Особо интересные вещи, которые там могут быть интересны не только для, там, членов ассоциаций вообще для индустриальных парков, могли бы погружать смарт-теку. То есть здесь вот уже, да, потенциал между, значит, этими системами. Возвращаясь к первой задаче, да, то есть я считаю, что это надо этим заниматься, это и, собственно, у нас, там, к сожалению, нету отдельного национального проекта по инвестициям, хотя Владимир Владимирович поставил задачу, вот там, увеличения, значит, отдельных инвестиций. Соответственно, вот это решение, ну, может стать таким шагом для, собственно, обеспечения и выполнения этой задачи. Вот, сокращение сдержек, там, да, повышение локализации. Здесь, конечно, с тех пор, да, это именно экономоразвитие, и это именно цифра, да, и Минпром. Да, то есть, ну, давайте, будет интересно, как вы там докрутите вот эту историю сегодня. Отдельно тогда можем не встретиться, а можем собрать какую-то встречу с этими игроками, тогда ее чуть-чуть, там, значит, доубиковать и уже идти, там, в руководство страны, чтобы обсуждать возможность запуска этой истории. То есть она, там, мой бизнес там создается, тоже эта тема туда же, да, значит, она там более локальная, но, тем не менее, это, там, некий, единственный интерфейс, там, да, для всех инвесторов, там, да, вне зависимости, куда он там приходит. То есть реальный парк свободный экономический бизнес. По идее, конечно, надо начинать с каких-то пилотов, да, там, очевидно, что продукт надо запускать, и можно сделать начало со свободным экономическим зонком, проще всех гардеризов. Может быть, какие-то, там, то есть, ядер парк подключить, там, то есть, увижу будущее, готовим участвовать, надо сейчас понимать, там, да, фактически концептуально, там, да, докрутить, какие сервисы там нужны, да, с кем очень понятны и доступны. Ну, надо понять, какими этапами мы движемся, да, и, соответственно, какой объем денег нужно. Это же инвестиции, правильно? И дальше уже будем думать насчет источников. То есть мы готовы сейчас от первой части точно совершенно. Докручивайте, давайте обсуждать, собираем там ключи и стейк-фолдеров, и дальше уже двигаемся по шагам, да, чтобы не затягиваться этим вопросом. Мне кажется, инициатива очень актуальна. Спасибо. Александр, а по второй? Вам не показалось, что это логическое продолжение? Это сервисное, да? Здесь надо, то есть, ну, кей, это классно, да, там, если у кого-то с инвестиционных парков появляется такой сервис. Вопрос, где реализовать вот то, о чем я говорю, что нам интересно, да, нам интересны общеэкономические какие-то вопросы, это вот производственные цепочки, да, там, которые, там, позволяют сократить просто людям издержки, да, и, с другой стороны, завершить задачу, которую стоит, там, Минпром, и правительство, там, да, по локализации. Действительно, это реальная проблема. Когда, там, приходят, там, как локализовать? И этот, там, Тойота бегает и спрашивает, там, Вася, у вас там есть, и у вас там есть, вот мне, там, какую-то там, нужно штуку делать. А базы данных нет по стране. Вот это вот может стать основой. Она будет здесь или вот в предыдущем продукте, это, ну, вопрос вам на обсуждение. Ну, то, что стране такая штука нужна, и она имеет потенциал, как бы, включения в себя, там, больших корпораций, ну, или наоборот, там, да, то есть, какую-то интеграцию. Ну, очевидно, это может быть, да? То есть, ну, ну, что говорить-то, да? Производственные спочки разрушены, да, они сейчас как-то создаются, ну, совсем на коленке в ручном режиме. Вы же про второй проект, который Росаламго презентовал? Или вы про сайты? Я сейчас говорю о том, что...